Привет, девчонки! Это Маша. В этом видео у нас довольно простой, но яркий, эффектный геометрический дизайн ногтей и обзорчик по ссылочке с сайта Вселайки.ру. Два в одном. Крутой легкий дизайн ногтей и бюджетные гирлаки. У нас когда-то уже были гирлаки премьер вот в этом видео. Но с тех пор прошло много времени, они немного изменились, палитра поменялась. И в этом видео давайте посмотрим на новиночки, среди которых есть парочка термо-кошачьих глаз. Это очень интересно, как по мне, что скажете. Давайте скорее перейдем к обзорчику. Итак, что у нас тут? Три магнитных гирлака из звездной серии, четыре цвета из классической коллекции плюс густой глиттер и шесть кошек, две из которых меняют цвет в зависимости от температуры. Вот дизайн, который мы будем делать. Яркая, резкая, глянцевая геометрия на матовом фоне. Рисовать будем вручную. Это не слайдер и не стемпинг. Дизайн делаем в классическом и очень контрастном сочетании цветов. Обзор начнем с базы и топа. И база, и топ жидкие. Топ чуть более вязкий, а вот база вообще не вязкая. Топ без липкого слоя и хорошо блестит. К тому же приятно ложиться на ноготь, несмотря на консистенцию. Теперь цвета. Все выкрашивать не будем, так как цветов приехало много, но все ключевые накрасим. Начнем, конечно же, с белого и черного. Номера GPC 175 и GPC 166 соответственно. Цветные гель-лаки из классической коллекции Premier по консистенции средне-густые и средней по вязкости. Ложатся приятно в зависимости от цвета. Черный и красный ложатся хорошо, а белый и крем-брюле номер GPC 024, который вы видели на выкраске, немного полосят. Чтобы хватило двух слоев, нужно красить довольно толсто. Отдельного внимания заслуживают блесточки. Во флаконе довольно густые светло-серебристые блестки. Номер этого гель-лака GPC 242. Если наносить жирным слоем, можно перекрыть ноготь густым блестящим покрытием в два слоя, а можно воспользоваться трюком с блестками, которые я показывала вам в нескольких видео с дизайнами. Вот такая консистенция у гель-лаков из звездной серии. Они густые, вязкие и плотные. Цвет, который вы сейчас наблюдаете, это DCI 17. А вот как они выглядят на типсах. Давайте накрасим темный цвет с голубыми блестками и золотым бликом номер DCI 02. Как вы видите, звездная серия очень плотно ложится на ноготь и в принципе не требует нанесения на черную подложку. Это по желанию. После промагничивания выплывает красивый золотистый блик. Вот все три моих новинки из звездной серии. На зеленом блик зеленовато-золотистый, а на красном яркий медный. Вот этот цвет один из кошек. Отличается наличием довольно большого количества мелких разноцветных блесток. Сам цвет темно-серый с бликом цвета мокрый асфальт. Его номер CE 69. Консистенция у кошачьих глаз примерно такая же, как у звездной коллекции. А вот плотность разная. Конкретно этот ложится достаточно плотно для того, чтобы перекрыть ноготь в два слоя. Остальные цвета 50 на 50. Самый неплотный из тех, что у меня есть, это зеленый номер CE 109. Но на черной подложке будет хорошо. В конце обзора покажу еще раз все цвета. Хочу отметить парочку термо кошачьих глаз CC E 10 и 07. Они сами по себе плотные и в два нетолстых слоя полностью перекроют ноготь. Блик не очень контрастный, но к слову, я так и не решила, мне эти цвета нравятся и вовсе без блика. В холоде они практически одинаковые. Темные, серовато-коричневые. А в тепле 10-ый становится грязно-сиреневым, а 07-ый приобретает шоколадный оттенок. Вот все кошки. А вот еще раз вся палитра. Также с сайта Вселаки.ру приехали знаменитые резиночки Invisibubble. Они у меня постоянно теряются, так что я покупаю их килограммами. Ставьте лайк, если тоже постоянно теряете резинки. И, конечно же, расческа Tangle Teaser. Это моя первая Tangle Teaser. Действительно, очень мягкая и очень бережно расчесывает волосы. Также у меня есть аналог. Эта расческа уже старенькая, но до сих пор в хорошем состоянии. Она, конечно, гораздо жестче. Преимущество перед Tangle Teaser в размере и наличии подобия ручки. Я иногда пользуюсь ей во время сушки, но все же Tangle Teaser мне больше понравился. Я без всяких опасений расчесываю ей даже мокрые волосы. Теперь к дизайну. Обезжириваем и наносим базу. Следом наносим цвета. Давайте посмотрим на них в жизни. Красный номер GPC 227 мне очень понравился. Он эмалевый, но ложится равномерно. Два тонких слоя перекроют ноготь. Белый наношу в два толстых слоя. Перекроем все ногти топом, а на средний и безымянный нанесем матовый топ. На этом основа под дизайн готова. Теперь начинается самое интересное. Берем гель-красочку. Я бы рекомендовала взять не очень объемную, чтобы геометрия была гладкой, невысокой и легче было выводить острые углы. И обязательно с глянцевым финишем. В этом же вся соль дизайна. И что делаем? Тоненькой кисточкой отмечаем фигуры. У нас тут круги, заштрихованные широкими линиями в разные стороны. Контуры фигур тонкие. Чтобы было легче их нарисовать, кисть должна быть хорошо пропитанной гель-краской, но не должно быть свисающей капли, иначе линия у основания будет толще. Желательно делать рисунок сразу, чтобы не было наслоений гель-краски и рисунок был равномерным. Поэтому выбирайте гель-краску, которая не течет и рисовать лучше побыстрее. А перед сушкой пересмотрите рисунок, чтобы убедиться, что ничего не растеклось. Как рисуем штриховку? Оставляем жирную линию в центре того места, где должна быть полоса, и кистью растягиваем гель-краску тонким слоем в ровную полосу, которая под прямым углом примыкает к контуру круга. На тонком слое прямые углы остаются максимально четкими. И таким способом заполняем все круги и промежутки, направляя линии в разные стороны, чтобы контуры фигур не терялись. Сушим и делаем второй ноготь. Сушим и делаем второй ноготь. Вот и все. Рябящая в глазах геометрия готова. Но такую невозможно не обратить внимания. А дополнительный контраст глянцевых и матовых текстур придает ей глубину. Дайте мне знать в комментариях, если хотите еще геометрических дизайнов, может чего-то подобного, но более сложного. В общем, пишите любые свои пожелания к дизайнам. Я надеюсь, что видео вам понравилось и напомнило, насколько крутой может быть старая добрая геометрия. Ставьте лайк. Интересующие вас вопросы пишите в комментариях под видео. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА